МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Привет-привет! В эфире Универ-Ньюз. Самые актуальные новости нашей республики. С тобой снова я, Мутугулина Гульфия. Смотри сегодня. Владимир Путин посетил Казанский федеральный университет. Президент России на студенческом форуме «Вместе и вперед!» Президент России Владимир Путин ознакомился с возможностями медицинского кластера КФУ. Каково его мнение об увиденном, мы расскажем прямо сейчас. В рамках рабочего визита в столицу Татарстана президент Российской Федерации Владимир Путин посетил Казанский федеральный университет. В частности, глава государства осмотрел медицинский кластер вуза, Институт фундаментальной медицины и биологии и инжиниринговый центр медицинской науки КФУ. Также в рамках визита Владимиру Путину продемонстрировали возможности центра симуляционного и имитационного обучения студентов, где производятся медицинские роботосимуляторы для отработки навыков медицинских манипуляций. А далее президент открыл заседание в формате телемоста со студентами федеральных вузов, в том числе Московского и Санкт-Петербургского государственных университетов. Рассказать о позитивном опыте своих вузов получили возможность все участники телемоста. Оказалось, что наиболее яркие перспективы студенты федеральных и ведущих государственных вузов видят в установлении прямых контактов с работодателями, развитии онлайн-образования и повышению уровня открытости коммуникаций между вузами и студенческими сообществами как внутри России, так и за границей. В науке тема мобильности очень актуальна. Мы должны обмениваться опытом, мы должны посылать своих студентов из-за рубеж и по России. Я не был исключением. Я закончил аспирантуру Туринского университета в Италии, получил степень PHD и вернулся в свой родной университет. Но вернулся я прежде всего потому, что дома меня ждала современная лаборатория, оборудованная по последнему слову техники. И я сам вернулся тоже не с пустыми руками. Я привез с собой новые контакты, новые компетенции, с которыми сейчас делюсь со своими молодыми коллегами. И как отметил ректор МГУ, образование в России ярко отличает фундаментальный подход, который без сомнения можно назвать сильным, что отлично подтверждает предложение разработки, например, ребят из Санкт-Петербургского государственного университета. Получив свой диплом, я увидел, что в него была внесена информация о том, кто из преподавателей читал тельные лекции, где я приходил практику и стажировку. Однако этот диплом изменился еще и за счет того, что в него был добавлен такой уникальный элемент, как QR-код. Сегодня при помощи своего смартфона просканирует вот этот замечательный и очень небольшой код. Любой работодатель может получить доступ к портфолио студента, к электронной копии его диплома. Далее студенты федеральных вузов обсудили с Владимиром Путиным детали академической мобильности. По словам президента, федеральные университеты создают тот уровень, к которому должна стремиться вся система высшего образования, чтобы выпускники могли успешно начать карьеру и реализовать свой потенциал. У присутствующих на встрече студентов нашлось немало вопросов на тему трудоустройства и академической мобильности. Не стоит забывать, что академическая мобильность и будущая карьера каждого выпускника взаимосвязаны друг с другом. Наш университет также богат опытом по взаимодействию с университетом города Каназава и Институтом химических и физических исследований Рикен в Токио и Егакаме. 25 лет сотрудничества нашего университета с Японией позволило нам выиграть гранд-правительство этой страны по программе подготовки лидеров будущего. И уже в следующем году мы будем отправлять в Японию 70 наших студентов и принимать 100 студентов японских университетов. Очень важно, чтобы и министерство поддерживало вот эту совершенно, на мой взгляд, очень важную составляющую современного образования. И руководители вузов тоже имели в виду, что от этого не страдает сам университет, если студенты или аспиранты на какое-то время перебираются в другие вузы. Действительно, с момента получения федерального статуса Казанский университет показал настоящий рывок в своем развитии. Это ярко проявляется и в качестве научных исследований и образовательных программ, и повышение репутации выпускников среди работодателей в активизации контактов с реальным сектором экономики как внутри региона, так и далеко за его пределами. То же самое отметил и глава государства. Вот мы сейчас только что посмотрели площадки Казанского или теперь уже Приволжского федерального университета. Безусловно, это один из примеров того, как вуз с историей, с традициями хорошими, с выдающимися научными школами может отвечать на вызовы времени и идти вперед. Я бы, как ректор сказал, у нас, как он сказал, два, теперь две даты основания университета. Совсем старинные, 1800 какой? 1804 год и 2010 год, когда к нему были присоединены несколько площадок и когда институт, университет теперь уже получил новое дыхание. Владимир Путин выступил на Всероссийском студенческом форуме «Вместе вперед!» в Казани. Среди участников форума из 38 регионов России было порядка 900 студентов Казанского федерального университета. В рамках форума студенческий телеканал КФУ «Универ ТВ» был отмечен как лучший студенческий телеканал России. Как это было, ты узнаешь в следующем сюжете. Лучшим студенческим телеканалом стал студенческий телеканал «Универ ТВ»! Встречайте его представителей! Анна Глазунова, Диана Шилова, Радик Закидуллин и Роман Полянсков! Награда нашла героя! Ну что? Наш с вами фирменный… Зачон! Молодцы! Ура! Стоим вместе для общего. Встречайте еще фотографии. Давайте делаем селфи. А, ты хотел селфи сделать? Идите сюда! Давай, давай, бегом! Это же медийщики, вы же сами понимаете. Конечно. Ребят, да у вас самое маслое селфи похоже на нашем сегодняшнем празднике получается. Улыбайтесь, друзья, вы в кадре. С 24 по 25 января в Казани проходит российский образователь и форм студенческих клубов. Вместе вперед! Прямо сейчас от нефти арене проходит торжественное празднование Дня студента. Наш телеканал «Универ ТВ» был признан лучшим студенческим телеканалом России. У-у-у! Международная ассоциация студенческого телевидения наградила нашу команду за конкурс на лучший медиа-центр среди вузов России в номинации «Лучший студенческий телеканал». Нашей команде вручили статуэтку и подарок компании «Окно ТВ» партнера «Маст». В течение месяца будет создан студенческий телеканал, где будут транслироваться материалы всех наших членов ассоциации. Этот канал будет транслироваться на территории всей России, так что пальцы вверх! В форуме принимали участие более 5000 студентов из 38 регионов России. Основной целью форума, приуроченного ко Дню Российского студенчества, является продвижение командного духа студенчества и формирование коллективной активности вузов по всей стране. На протяжении нескольких дней лидеры объединения получали новые знания, делились опытом и посещали интерактивные встречи с представителями различных сфер деятельности. 25 января для участников событий организовали праздничный концерт, посвященный Дню Российского студенчества. Подарком для молодых людей стало выступление певицы Юлианы Карауловой и группы «Бандерас». Перед собравшимися также выступила группа «Звери». Участие в мероприятии принял и президент Российской Федерации Владимир Путин. Глава государства специально прибыл на форум студенческих клубов «Вместе вперед» в Татнефть-арену, чтобы поздравить всех студентов страны с профессиональным праздником. Успехов в учебе и в будущей вашей жизни. Благодаря студенчеству, благодаря молодежи Россия всегда остается молодой, юной, дерзкой, устремленной в будущее. Успехов вам! Не бойтесь ошибок. Всегда ищите возможность преодолеть их и выйти на решения, которые вам нужны. И тогда вы, безусловно, будете счастливым, успешным поколением. Я искренне вам этого желаю. Организаторами Всероссийского образовательного форума студенческих клубов «Вместе вперед» выступили Федеральное агентство по делам молодежи и правительства Республики Татарстан. Мероприятие проходило при поддержке Ассоциации студенческих спортивных клубов России. Диана Шилова, Радик Загидулин, Универньюз. На сегодня у меня все. Одевайтесь теплее и берегите себя. Пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok